В прошлых двух фильмах вы познакомились с политической обстановкой в германских племенах и в Римской империи, а также с военно-историческим разбором битвы в Тевтобурском лесу, произошедшей в девятом году нашей эры, между римскими легионерами под предводительством Квинтилия Вара и германскими племенами, которыми руковандил Арминий. Германцы одержали убедительную победу. Но что было дальше? Давайте про это поговорим в этом фильме. В битве в Тевтобурском лесу погибло три римских легиона из пяти, которые находились в германских землях. С учетом вспомогательных войск, это было примерно половина вооруженных сил империи в данном регионе. Армения разослала весть о разгроме врага во все племена германцев. Часть из них откликнулась на его призыв и восстали. Так Сигамбры атаковали линию фортов и лагерей по реке Липпе. Все укрепления были взяты, а гарнизоны вырезаны. Но было одно исключение. Луций Цидицей исполнял обязанности коменданта в постоянном лагере Ализон. Размеры форта позволяли разместить здесь на зимних квартирах два полных римских легиона. В начале сентября девятого года нашей эры Цидицей уже знал, что армия Вара не будет возвращаться на Рейн из земель покоренных германцев, проходя мимо Ализона, нарушая изначально план кампании на девятый год. Вар уведомил коменданта лагеря, что намерен выдвинуться на север, подавлять восстание германцев, и на зимние квартиры в Ветеру, пойдет другим путем. Лагерь стал готовиться зимовать в окружении, как они думали, усмиренных варваров. После 10 сентября в лагерь стали прибывать чудом уцелевшие воины из разбитых в Тевтобурском лесу легионов, а также спасшиеся из захваченных римских фортов по реке Липпе. Сбежалось в Ализон все проримское население из округи – торговцы, поселенцы и т.п., которые надеялись обрести в крепости убежище. Луций-Цидицы был кадровым военным, прослужившим в армии много лет. Перед ним стояла сложная задача. У него был форт, но не хватало воинов для его активной обороны. В форте были съестные припасы и множество гражданских. Также у Ализона в порту стоял речной римский флот. Долго удерживать крепость было почти невозможно. С приходом зимы река Липпа замерзла бы, и флот стал бы либо добычей варваров, либо его нужно было бы уничтожить. Оставшись без лота, римляне лишались возможности снабжать форт продовольствием, например, весной и летом, и капитуляция в этом случае становилась неизбежной. Отправить флот на Рейн, чтобы спасти его, было проблематично. Если отпустить грузовой флот без сопровождения боевых судов, то германцы могли бы его перехватить без проблем, взяв на абордаж с лодок. Отправить боевые суда с воинами для прикрытия транспорта тоже нельзя, так как Цедиццы лишился бы существенной части своего малочисленного гарнизона. И в этом случае удержать форт стало бы невозможно. И еще, строительство флота было дорогостоящим делом и требовало многих усилий, и важно, что времени. Деревянные корабли можно строить из деревьев определенных пород, срубленных в нужные месяцы-годы. Бревно необходимо правильно высушивать, при этом еще и долго. Потом требуются специалисты, чтобы построить суда. При этом строительство фортов и жилищ, хотя и выглядит более дорогостоящим делом, но делается силами самих легионеров, владеющими строительными профессиями в совершенстве. А вот флот должны делать корабельщики, а не солдаты. Это влияет на время создания кораблей и цену, которую за это нужно платить. Учтите это. К тому же у Цедиццы не было приказа отступать. Его поспешное бегство привело бы лично его к трибуналу. Давайте посмотрим, как из этой сложнейшей ситуации выкручивался этот римский военачальник. Прежде чем германцы обложили крепость, Глуццедицей распорядился перенести внутрь стен все заготовленные заранее дрова и другие припасы. Как только они это сделали, к Лизону подошли первые отряды врага. Германцы, возушевленные тем, что они уже захватили несколько небольших фортов и порт в Анареппене, устремились на штурм. Защитникам удалось отразить первый натиск. У римлян было много хороших лучников, которые причинялись серьезной потере германцам. Осаждали крепость воины германского племени Сигамбры. Они поняли, что своих сил им не хватает и послали, видимо, гонцов к Арминию, призывая его прийти на помощь. Чтобы помешать осажденным римлянам делать вылазки, германцы возвели вокруг стен три ряда валов. Мы видим, что германцы были знакомы с тем, как следует правильно вести осаду. Они не просто построили палатки под стенами вражеской крепости, а заблокировали ее собственными укреплениями. Началась осада. Время от времени германцы пытались вновь атаковать укрепления, однако тщетно. Чтобы убить противника в своих силах, Садиций приказал показать пленным германцам обильные запасы, собранного в крепости продовольствия. Затем им отрубили руки и отправили назад к своим. Есть мнение, что это был обман, и на самом деле еды было мало. Мне видится, что это мнение ошибочно. Лизон был базой, где хранили продовольственные запасы для всех местных гарнизонов малых фортов и для самой крепости. С учетом, что почти все войны из малых гарнизонов были перебиты германцами, а в лагере находились запасы еды в том числе и для них, то логично предположить, что провиант в лагере был. Да, набежало в форт много гражданских, но у них, скорее всего, были какие-то свои припасы еды, пусть даже на первое время. Видимо, Садиций хотел морально подорвать веру врага в том, что лагерь удастся взять измором и показал реальные запасы провианта. Из-за слухов о передвижениях римских войск за Рейном, а также ввиду того, что Лизон может держаться довольно долго, часть германцев отказались от осады и ушла домой. У германцев нет армии. Они сражаются силами ополчения, которые возглавляют вожди. Надоело части вождей сидеть в осаде, они взяли и ушли сами и увели своих людей. Близорукий эгоизм. Когда каждый думает только о личной выгоде, то общее дело разваливается, и от этого в итоге страдают, как правило, все, в том числе и эгоисты, оставившие поле боя. Садиций решил воспользоваться представившейся ему возможностью, чтобы спасти осажденных от гибели. Других шансов у него уже не было. Видимо, он отсылал сообщение Витеру и получил ответ, что помощь не придет, и он решил прорываться своими силами. Для вылазки была выбрана глухая ночь с грозой и бурей. Римлянам удалось незамеченными выбраться из крепости и преодолеть две из трех построенных германцами линию укреплений. Затем шум привлек внимание стражи и поднялась тревога. Германцы всеми силами набросились на римлян. На помощь к ним подходили все новые и новые группы воинов. Чтобы отразить атаку, Садиций решил вновь прибегнуть хитрости. По его приказу трубачи в авангарде колонны стали трубить приветственные сигналы, которые они обычно по уставу подавали, обнаружив подходящее к ним на помощь союзное войско. Видимо, среди германцев были те, кто различал сигналы, подаваемые римскими музыкальными инструментами во время боя. Варвары попались на эту ловку и подумали, что подошла деблокирующая римская армия и поспешили отступить в лес. Пока вожди разбирались, что происходит и собирали разбежавшихся в панике людей, римлянам удалось оторваться от преследователей. Вместе с отступающей армии ушел и флот. Почему германцы не бросились догонять уходящие из крепости в гарнизон врага? Они бы запросто это сделали. Легкая пехота варваров быстрее на марше, чем тяжело вооруженные легионеры. Да к тому же в колонии у римлян были женщины и дети. Хотя возможно, что тех, кто не мог быстро идти, они и посадили на корабли. Ответ, видимо, прост. Вожди, ведущие осаду, поняли, что крепость с продовольственными складами и прочими ценностями осталась беззащитной и ее можно спокойно разграбить. Не было среди них такого авторитетного человека, который бы заставил вождей сначала расправиться с отступающим противником и только потом вернуться и приступить к полномерному разграблению крепости. Сложилась ситуация, что одни вожди готовы были пуститься в погоню, в которой погибло бы немалая доля их воинов. А другие в это время просто бы пошли на лизонские склады и стали бы нагружать телеги римским добром. Но разумеется, дураков не было и все германцы бросились в крепость за добычей, так как просто не доверяли друг другу. Таким образом, цедицию при помощи личного мужества, воли и хитрости удалось спасти своих людей и мирных жителей. Также он решил ряд стратегических задач. Он спас флот, переоценить значение которого для ведения войны в этом регионе невозможно. Он спас большую часть своих воинов и гражданских. К тому же успешные действия римлян охладили воинский пыл части германских вождей, что позволило выиграть передышку для римских войск в этой войне. Армения занял выжидательную позицию. Возможно, его воины рвались в бой, но он их сдерживал, так как понимал, что выйдя из лесов на открытую местность его войска растеряют все преимущества и будут разбиты. Также у Армения не было речного флота, а единственный мост через Рейн находился у Витеры и контролировался римлянами. Армений не стал вторгаться в землю фризов и матавов, которые были союзниками римлян. Складывается ощущение, что и германская знать из разных племен переругалась из-за добычи и не желала иметь над собой сильного вождя. Они ограничились выдавливанием римлян за Рейн. Потом начались переговоры о мире. Бывые действия прекратились. Несмотря на это, квитерии римляне перебросили часть войск из Галлии и Сапенинского полуострова. На север пошли войска из Магантиака. Всего на Рейнскую границу в середине 10-го года римляне привели шесть дополнительных легионов, что составило треть всех вооруженных сил империи на тот момент. Ситуацию с восстанием римлянам удалось стабилизировать, но это удалось сделать ценой непопулярных мер. Солдатам запрещалось выходить на пенсию по истечению срока службы. Отменили отпуска. К тому же еще были перебои с выдачей жалований. Чтобы солдаты не думали про это, командование ужесточило дисциплину и изнуряло легионеров тренировками и марш-бросками. На Рейне с легионерами находился будущий император Тиберий и его пасынок Германик. Когда в 13-м году здоровье императора Октавиан Августа ухудшилось, Тиберий выдвинулся в Рим, чтобы занять трон, так как он был официальным преемником умирающего Октавиана. Войска возглавил Германик. 19 августа 14-го года н.э. умер римский император Октавиан Август. Этот правитель недаром остался в памяти народа как великий государственный деятель. Он прекратил гражданскую войну и создал Римскую империю. Посмотрите на карту его государства. Развалившаяся на части Римская республика показана желтым. Упор на борьбе он ее воссоединил. Зеленым обозначены его завоевания в разные годы, а розовым – вассальные территории. Кстати, месяц август в современном календаре назван в честь этого человека еще в 8-м году н.э. при его жизни. После убытия Тиберия легионы на Рене подняли бунт. Они не желали терпеть тяготы и лишения, связанные со службой, и требовали послаблений, денежного удовольствия и пенсий. Германику едва удалось их утихомилить, причем без кровопролития. Сразу же он начал подготовку ко вторжению в земли германцев. Война, общие трудности, опасность для жизни и военная добыча должны были сплотить воинов. Поздней осенью войско выдвинулось к реке Липпе. По сути, обычно в это время года римляне уже не воевали, так как было уже холодно и возникали проблемы со снабжением армии продовольствием по рекам и дорогам. Германцы были уверены, что враг в их земли не пойдет. Имперское войско насчитывало около 20 тысяч человек. Было атаковано племя Марсов. Им нанесли поражение и разграбили, насколько смогли, территорию. На обратном пути к Рейну, на римскую колонну в узком месте, напали воины племени Брухтеров, Тубантов, Марсов и Узипетов. Как видим, хирусков и Армения нет. Варвары попытались устроить новый тефтобург, но римляне отразили все атаки и благополучно ушли на зимние квартиры. В римской армии возникли реваншистские настроения. Победа укрепила боевой дух. На следующий, 15-й год, армия рвалась в бой. Германик с четырьмя легионами и десятью тысячами ауксилариев вторгся в землях хатов, взял их главный город Матти и сжег его. Германцы почти не сопротивлялись и отступали в леса. Для отвлечения внимания хирусков и Армения одновременно на Нижнем Рейне, Цицина-Север переправился со своими четырьмя легионами на правый берег и продвинулся вверх по течению реки Липпе. Марсы попытались напасть на лагерь Цицины, но были разбиты в сражении. Одним из результатов этой кампании был переход к римлянам вождя проримской партии хирусков Сигеста. Он перебежал к врагу с многочисленной роднёй и домочадцами, среди которых находилась и его дочь, и по совместительству жена самого Армения, Туснельда. Из-за этого видно, что Армений начал наводить дисциплину в своём войске и в племени, принялся уничтожать оппозицию. Вторжение римлян заставило знать племени хирусков и части других племён германцев снова дать власть в руки Армении. Мы видим, что главный вождь не имел абсолютной власти и наделялся ей только в случае необходимости. В этот период германцы не желали иметь над собой никаких королей и императоров. Их устраивала ситуация, в которой каждый вождь представлял интересы своего племени и действовал исключительно в его интересах. Вожди были абсолютно свободны, так сказать. А солдат Лизона – один из ярких примеров, к чему приводит эта мнимая свобода. Летом того же года было начато масштабное римское наступление на северо-восток. Север с сорока когортами пошёл через землю бруктеров и тубантов и встретился с перевезённым флотом по морю основной группировкой войск, включавшей четыре легиона и конницу. Объединённое войско опустошило территорию бруктеров между реками Эмс и Липпы, неподалёку от границ Тевтобургского леса, где всё ещё лежали непогребёнными воины Квинтилия Вара. Римляне пришли на поле боя в лес. Они захоронили останки, солдат и воздали погибшим последней почести. Легионеры возвели воинский монумент на месте боя. Про это более подробно мы говорили в прошлой части нашего фильма. Затем большая часть армии вернулась на корабли, а Цацина Север повёл свой отряд к Рейну Посуху. Маршрут проходил по болотистой местности, по деревянным гатям, проложенными здесь ещё в третьем году до нашей эры, легионерами Агенобарба. Пока часть солдат чинила дорогу, остальные были вынуждены непрерывно отбиваться от наседающих германцев. Войска понесли большие потери. Солдаты впали в уныние. Вспоминали об участии солдат Вара. Север был опытным командиром. Он не впал в панику и руководил войсками уверенно и дерзко. Дождавшись, когда германцы подступили к укреплённому лагерю, он лично повёл солдат на вылазку через боковые ворота. Варвары, полностью уверившиеся в своей победе, были застегнуты врасплох, опрокинуты и смяты. Германцы отступили и больше не горели желанием вступать в большой бой с решительным врагом. Римляне благополучно ушли на Рейн. Возобновление римской военной экспансии вызвало сопротивление германцев. Во главе его встали Арминий и его дядя по отцовской линии Ингвиомер. Вдвоём они развернули активную деятельность и, несмотря на существовавшие среди племенной знати разногласия, добились на этом поприще значительных успехов. Основу созданной ими коллекции составляли хирургские. К ним припнули хаты, а также ампсеварии, бруктеры, узипеты, тубанты и другие германские племена вплоть до Эльбы. Фризы, хавки, ботавы и маркоманы не поддержали восстания и сохраняли либо нейтралитет, либо воевали за римлян. Летом 16-го года германик начал масштабное наступление на германцев. Римляне жаждали полного реванша и разгрома врага. Про это мы с вами поговорим в следующей части нашего рассказа про Тавтабурскую битву и её последствия. Мы разберем подробно битву при Игистовизе, которая значительно превосходила по масштабам и значению Тавтабурскую битву. Это сражение историки незаслуженно обходят стороной, а зря. Именно эта битва определила римскую политику в германских землях на сотни лет вперед. Также вы узнаете о судьбе самого Армении. Немного поговорим про моделизм. Аргем Русс Вконтакте есть коллекционер военно-исторической миниатюры Игорь Синицын. Он увлечен битвой в Тавтабурском лесу. Поначалу он просто собирал модели воинов в масштабе 54 мм. Потом у него возникла идея в декабре 2017 года создать диораму «Битва в Тавтабурском лесу». Диорама состоит из взаимосвязанных частей, представляющих законченные микросцены боя. Таких модулей 28 штук. Использованы модели от разных производителей. Название фирм вы видите на экране. Часть моделей автор применял без изменений поз, но в основном сам дорабатывал их. Размер диорамы на данный момент составляет 90 на 40 см. Общее число фигур 144 штуки. Из них пешек 137, в том числе и убитые, 7 конных, 1 лошадь без всадника, 1 римская повозка, 1 ослик, 25 деревьев, не считая кустарников, гней и сухих веток. Работа еще не окончена. На новых модулях диорамы «Бот» представлены боевые построения римских легионеров, продолжение темы «Римские конницы» и «Обоза». А также изменится ландшафт и еще много другое. Примерный размер всей законченной диорамы будет 90 на 90 см. Недавно вышел модуль под названием «Бой у старого дуба». Шикарно смотрятся микросцены. Центурион прижат к дубу и германец пробил ему грудь копьем. Также поражен копьем сигнифер. Вексила, знамя легиона, упала на землю. Яростные атаки германца с топором. Паника и растерянность чувствуются в рядах римских воинов. Отлично передан дух этого боя. Также Игорь планирует продолжение темы Тевтабурского леса и будет делать диораму про оборону форта Ализон на реке Липпе. В интернете можно найти покрашенные модели тех же производителей, что и использует Игорь. Отлично смотрятся модели. Надеюсь, когда-нибудь увидеть диораму Игоря в окрашенном виде. Так что заходите на страничку Игоря Синицына и вас там ждет много интересного. Ссылка в описании к видео. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал Wargame Rose. «Солдатики. История. Моделизм». Чтобы не пропустить новые видео. Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом. Как это сделать найдете в описании к видео. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Субтитры сделал DimaTorzok